Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Овчинникова Алена, и сегодня мы вместе с вами нарисуем вот такой вот замечательный сюжет Санкт-Петербурга. Нарисуем архитектурную зарисовку. На этой фотографии мы с вами видим крыши города, Неву, набережную дворцовую и прекрасный белоснежный фасад, который смотрит прямо на нас. Для того, чтобы эта работа получилась легко и правильно, нужно знать основные законы линейной перспективы, которые вы можете посмотреть в отдельном видео. Я уверена, что каждый подчеркнет из этого видео для себя много полезного и ценного. Поэтому, если у вас есть небольшие пробелы в линейной перспективе или вы только начинаете знакомиться с линейной перспективой, обязательно перейдите и перед тем, как отрисовать эту работу, посмотрите это видео. Вам будет намного проще тогда разобраться во всех построениях, так как там вы узнаете все основные правила. Как находится линия глаз, где находятся точки схода, сколько точек схода бывает и как нужно правильно простраивать все объемы, которые у нас сокращаются в линейной перспективе. Если мы посмотрим на этот фотореференс, то здесь у нас не так много деталей, которые у нас будут сокращаться в перспективу, но они, конечно же, есть. Я специально выбрала не самый сложный сюжет, но сюжет, в котором будет интересная теория, которую вы сможете отработать, закрепить на этом сюжете и получить очень атмосферный, красивый пейзаж Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим на кровлю. Здесь мы видим разлиновку кровли, и вот в этой части как раз нам нужна будет теория по линейной перспективе, чтобы правильно свести все линии на кровлю. И особенность этого референса, этого сюжета в том, что здесь у нас есть не только плоскости, которые параллельны Земле, но также есть и наклонные плоскости. И именно для этого я выбрала крышу, чтобы мы с вами потренировались рисовать наклонные плоскости. И здесь мы с вами как раз и разберем эту теорию, как правильно на нашем плоском листе создать иллюзию того, что эта плоскость на нас поднимается. А два противоположных ската наоборот спускаются по своим краям. Также здесь у нас есть Нева, которая тоже у нас уходит в перспективу. Здесь мы видим дворцовую набережную, линию дворцовой набережной, которая тоже будет подчиняться у нас линейной перспективе. Ну и, конечно же, трубы, которые мы видим сверху, мы видим их площадки, и для того, чтобы тоже их простроить правильно, необходимо знать определенные законы. Конечно, здесь все подчиняется линейной перспективе, так как весь наш мир работает по одним и тем же законам. Но когда у нас есть плоскости вот в таком виде, во фронтальном, то здесь мы эти все законы почти не видим, и поэтому можем рисовать без учета линейной перспективы. Но как только у нас появляются какие-то выдвижения, задвижения, плоскости, на которые мы смотрим сверху или снизу, мы сразу же должны с вами применять линейную перспективу. Давайте посмотрим на наш фотореференс и примем решение, как мы будем с вами вести работу дальше. Мне очень нравится здесь общая атмосфера этой фотографии, и у нас есть главный герой, это белоснежная архитектура, и мы ее с вами обязательно сохраним в полном виде, ничего не будем от нее убавлять, так как здесь она достаточно лаконична, мы сможем все справиться с этой работой и как раз потренировать, как рисовать белый цвет, как рисовать вот эти тонкие элементы, которые мы видим на белой архитектуре, даже поиграться немножко с фактурами, кирпича, стекла, металла внутри. Так что здесь все, что мы видим, нас вполне устраивает. Также мне очень нравится, как здесь выглядят кровли. Здесь достаточно интересная металлическая кровля, которая уже достаточно сильно проржавела. Мы видим очень много швов. Может быть, швов мы сделаем чуть меньше, так как она здесь сейчас немножко дробит рисунок. Но в целом вот это все состояние мы тоже с вами в работе передадим. На дальнем плане мы видим с вами мост, город и достаточно большое количество воды. И воду, на него мы обязательно с вами изобразим. Но речные трамвайчики, они уже немножко перетяжеляют работу. И с точки зрения того, что время нашего мастер-класса ограничено, наверное, вот эта деталь, она здесь не столь важна, и я думаю, что мы от нее откажемся. И мне очень хочется совместить небольшую схему по линейной перспективе, чтобы она у вас всегда была перед глазами, чтобы вы этой страничкой могли пользоваться как небольшим справочником, учебником. Поэтому вот в этой части мы с вами отрисуем схему по линейной перспективе, чтобы навсегда запомнить, как правильно простраиваются наклонные плоскости с учетом линейной перспективы. И всю работу я хочу сделать с рваными краями в такой более скетчевой манере, чтобы у нас было ощущение, как будто бы мы через облако подсматриваем за этой миниатюрой, за этой работой, и графика сверху будет дополнительно еще стилизовать весь наш лист. Вы можете сделать работу в края, не обязательно делать ее точно так же, как и я. Или вы можете сделать тоже ее в скетчевой манере, с очень интересным живописным краем, но, например, не рисовать схему сверху. Но я уверена, что такая работа и вам очень понравится, и она прекрасно подходит к теме архитектуры, чтобы разобраться и с построением, и нарисовать атмосферную работу. Поэтому решение, конечно же, я оставляю за вами, но мне кажется, что добавив здесь графики, вы еще интереснее сделаете эту работу. В первую очередь давайте с вами отрисуем схему по линейной перспективе, которую мы будем с вами здесь использовать. Мы рисуем линию глаз, линию горизонта. Это та линия, на которой находится уровень глаз зрителя, который смотрит на нашу работу. И на этой линии будут находиться все точки схода плоскостей, которые не имеют повышения или понижения. Следовательно, все карнизы, все окна, все трубы, набережные, все параллельные друг другу линии будут собираться в точке схода на линии глаз, на линии горизонта. Точек схода может быть бесконечное количество. Это все зависит от того, насколько много у нас в работе находится поворотов. Если мы посмотрим на этот сюжет и не будем брать в расчет дальний план, то здесь у нас с вами достаточно простой вид перспективы, когда мы видим с вами всего две точки схода. Одна точка схода у нас находится примерно в центре объема белого здания, на линии глаз, на линии горизонта, а вторая точка ушла далеко за пределы нашего листа. И здесь мы видим с вами такой небольшой искаженный вид угловой перспективы, который уже начинает тяготеть к фронтальной перспективе. Но для того, чтобы нам отрисовать кровлю, нам мало знать того, где у нас находится наша основная точка. Нам важно понимать, как нам простроить непосредственно сам наклон. И именно эту схему мы с вами и отрисуем. Давайте нарисуем сначала линию глаз, поставим точку схода, линию глаз можно подписать, и отрисуем саму кровлю. Давайте отрисуем сначала конек. Чтобы вам было проще, положу рядом референс. Да, мы рисуем вот этот конек. Мысленно мы ее продлили с вами до линии глаз, до линии горизонта. После того, как мы отрисовали вот эту наклонную линию, мы верим, что у нас кровля расходится на два участка. И давайте также их и отрисуем. Наклоны здесь у нас достаточно спокойные, но все-таки мы их с вами видим. И дальше здесь давайте упростим схему, нарисуем просто параллельно земле. Дальше мы видим, что у нас есть с вами еще два аската. И если мы посмотрим на плоскость вот этой линии, она у нас идет уже под меньшим наклоном. Так как вот эта линия вышла еще на нас, поэтому эту линию мы рисуем чуть более полого. И теперь вот из этих двух точек мы отрисовываем линию в точку схода. Вот мы нарисовали с вами непосредственно саму плоскость крыши. И теперь нам нужно отрисовать вот эти вот желобки. Наш глаз видит их параллельными. Но если мы на самом деле возьмем линеечку и проложим, продлим каждую линию, то мы увидим, что они все собираются также в единую точку схода. Но эта точка схода находится уже не на линии глаз, а немножко в другом месте. Давайте вот здесь вот увидим, что мне немного неровно. подправлю. И теперь мы вот отсюда поднимаем перпендикуляр наверх. И чем выше мы поднимем этот перпендикуляр, тем сильнее у нас вот эта плоскость на нас выровнится. Чем ниже мы опускаем эту точку, тем плоскость у нас становится более пологая. Давайте для схемы возьмем. Достаточно ее высоко. И теперь, чтобы ничего не мешало, мы из этой точки схода рисуем с вами лучи на кровлю. И здесь у нас получается вот такая вот картинка. можно дальше уже не все вести до верха, а отрисовывать их уже больше на глаз. Если мы посмотрим с вами на вот эти вот плоскости, здесь они уже в меньшем раскрытии видны, поэтому в целом для них мы можем немножко задачу себе упростить и полностью их не отрисовывать. Но здесь у нас будет работать такой же принцип. Та плоскость линии, которая ближе к нам будет под большим наклоном. Та линия, которая от нас отдаляется, она будет под меньшим наклоном. Но здесь на этой схеме, я думаю, что уже мы отрисовывать это не будем. И в нашей работе там тоже все уже настолько сглаживается, что на это можно особо не обращать внимания. Ну что, давайте приступим. В первую очередь давайте примерно себе набросаем все объемы. Где-то здесь можно взять коню кровли. У нас с вами есть наклоны, которые мы можем просто прикладываем к фотореференсу карандаш и находим необходимый нам наклон. С этой стороны наклон у нас на такой же высоте. Проверяем высоты. Сразу же можем отрисовать карниз. Отрисовали фронтон, треугольную часть нашего здания. И теперь ведем с вами боковые части стен. Просто вертикально вниз. И примерно где-то вот в этой части. Обратите внимание, что у нас конек кровли идет со смещением. И с точки зрения архитектуры это тоже смотрится очень здорово. Давайте здесь сразу же дадим несколько тяг по фасаду карнизных. Где-то вот здесь по пропорциям у нас пройдет еще одна плоскость. И вот мы видим, что чуть-чуть еще даже пониже нужно нам опустить начало кровли. И теперь, да, вот у нас появился с вами основной объем. Кажется, что и сверху достаточно места. Можем еще здесь себе сразу же наметить слегка трубы. Да, есть пространство для неба. Значит, уже ничего двигать мы не будем. И смотрим относительно нашей работы, что наша линия глаз, линия горизонта пройдет примерно где-то по вот этой линии. Здесь на этом фотореференсе линия глаз будет проходить на уровне верха зданий. Может быть, чуть-чуть даже вот ее нужно все-таки поднять. Мне не очень хочется, чтобы у нас здесь здания слиплись друг с другом. Поэтому я искусственно немножко занижаю эту линию. Потому что когда у нас объемы, особенно разные, по плановости, где-то собираются в одну точку или в одну линию, то визуально такие объемы слипаются. И это называется в композиции неправильным касанием. Чтобы у нас таких касаний не было, мы с вами все немножко сместим. И с точки зрения правильности изображения, потому что у многих может возникнуть ощущение, что мы что-то тогда немножко проверяем. Но это не так, да? Поскольку для того, чтобы сделать вот такой вот ракурс, как я сейчас отрисовала, достаточно было сделать фотографию буквально с метра выше, чем она сделана. Даже либо можно было с полуметра приподнять совсем немножко объектив камеры, и тогда уже вот эти все расстояния, они бы у нас поменялись. Поэтому здесь мы с вами просто для улучшения композиции используем вот такой вот прием. Немножко опускаем вот эту всю часть. Дальше смотрим, что нам нужно отрисовать конек. Линия глаз она у нас уже есть. И мы на фотореференсе проводим с вами линию и видим, что конек кровли у нас находится примерно на вот этом уровне. Да, может быть, даже еще чуть-чуть поближе к середине, да, вот где-то вот здесь. И от этой линии мы, точнее, от этой точки мы проводим с вами луч, линию для того, чтобы отрисовать конек кровли. Доходим с вами до перегиба. Здесь он совсем небольшой, вот этот участок. И теперь мы ведем с вами один луч вправо, да, и один луч влево. Для начала можно тоже взять плоскость наклона, да, и ее постараться скопировать. Уводим сначала в левый угол, дошли до края, и теперь нам нужно от вот этой точки провести вот сюда луч, да, для того, чтобы найти их место пересечения. И таким образом мы получаем с вами второй скат, который у нас намного более пологий. Да, вот это вот пространство можно высчитать, да, можно взять условно на глаз. Давайте здесь чуть-чуть подправим. и мы отрисовали с вами один из участков кровли. С другой стороны, да, у нас также идет наклон, да, можем тоже его с вами себе перенести. и здесь кровля немножко ломается, да, я не знаю, насколько действительно нам стоит все эти изломы кровли повторять, поэтому можно для упрощения сделать ее просто одинаково и справа и слева, то, что здесь у нас кровля еще закрывает плоскость, которую мы не видим на фотографии с правой стороны, да, поэтому она здесь через едову, да, успокаивается и выравнивается опять в горизонтальное направление. Давайте вот здесь сначала, вот этот наклон мы можем просто повторить, в другую сторону. для упрощения достаточно быстро он останавливается и рисуется параллельно фасаду, а здесь мы видим, что вот этот треугольничек у нас продолжает спускаться, да, где-то вот в этой зоне мы видим линию, которая отходит от нас, вот здесь да, вот такой вот у нас будет уголочек, да, и вот эту линию мы опять же ведем в точку схода. Те плоскости, которые, да, у нас имеют достаточно хаотичный наклон, мы отрисовываем с вами методом переноса, но для того, чтобы объемы у нас собрались, да, рисуйте все вот такими вот плоскостями, чтобы не запутаться, где у нас объем уже собрался по линиям, а где пока у нас контур не замкнулся. Следовательно, мы видим вот эту кровлю, которая тоже у нас немножко выступает сильнее за фасад, да, и вот отсюда опять же мы видим с вами скат, да, но он у нас тоже идет под наклоном, и наклон я думаю, что здесь будет такой же, как и в этой части, поэтому давайте вот отсюда мы поднимаем с вами линию вверх, перпендикуляр, ставим точку схода, и вот этот наклон рисуем уже вот в эту точку схода, таким образом, да, первая наклонная плоскость через эту точку схода у нас уже простроилась, в этой части, да, мы видим вот наш темный такой фрагмент, здесь у нас линия параллельно, его увели, и оставшаяся часть кровли, она вся у нас поднимается от нас, да, следовательно будет строиться через эту точку схода, здесь мы ее вот так вот интересно поломали, и нам осталось отрисовать только нижнюю ее плоскость, так как здесь есть небольшой поворот, он совсем незначительный, но он все-таки присутствует, и мы его с вами сохраним, следовательно вот здесь мы потихоньку на все сведем в правый угол, с небольшим наклоном, но так как контур у меня будет рваный, да, то в целом этого уже достаточно, вот докуда-то до сюда мы доводим эту линию и ее останавливаем. Дальше нам нужно отрисовать непосредственно сами желобки, для чего мы использовали с вами вот эту линию, да, можно себе чем-то немножко помочь, но я призываю вас все-таки стараться рисовать больше от руки, на не использовать линейку, потому что линейка это такой коварный помощник, который в какой-то момент может заставить ваш мозг лениться и вашу руку лениться, потому что вы всегда будете знать, что можно взять линейку, себя перепроверить, подправить, или вообще сразу же отрисовать по линейке, потому лучше вот такие все построения делать непосредственно от руки, да, я беру точку и от нее можно прямо по работе вести линию, а можно вести по воздуху и только в линии, где, в месте, где нам уже нужна линия, на ее отрисовывать. После того, как мы разложили основные желобки, мы можем уже в них вписывать остальные без такого четкого построения, так как между двумя плоскостями мы спокойно можем провести еще один луч, который разделит этот угол пополам. Вот с этой стороны мы видим с вами тоже немножко наклонов, как я уже сказала, ближе к нам они будут иметь более сильный наклон, отдаляясь от нас они будут иметь более пологий наклон. Тоже можно немножко этих линий прорисовать, но они будут у нас все достаточно сильно приглушаться разными пятнами тоновыми, поэтому на это можно сильно много времени не тратить. Теперь давайте перейдем к трубам и к главному нашему фасаду. в первую очередь давайте отрисуем вот эти все объемные трубы сверху. Здесь мы будем видеть небольшой участок боковой, и вот эта линия у нас также идет в точку схода. Но поскольку она здесь совсем незначительная, можно буквально пару таких миллиметров нарисовать, но которые пойдут все-таки у нас вниз. Очень частая ошибка вот в таких местах нарисовать кровлю наверх, точнее вот это обрамление трубы сверху, металлическую оцинковку, и из-за этого вся плоскость начинает выворачиваться. Поэтому внимательно следите, что вот эти небольшие линии у нас обязательно должны смотреть вниз. Следующая труба очень близко у нас конько, да, она самая высокая, немножко неровная. Следующая труба стоит достаточно близко, тоже слегка расширяется. Ну и вдалеке мы видим небольшие еще какие-то элементы труб. а вот здесь у нас еще а вот здесь давайте подправлю немножко не в том месте. Нарисовала да, вот здесь чуть-чуть повыше, а вот эти вот две трубы мы с вами увидим и последняя труба у нас на краю здания. Да, есть ощущение, что как будто бы чуть-чуть здесь мне не хватает. пары сантиметров, даже не сантиметров, пара миллиметров. Да, вот может быть как раз их я здесь и потеряла. Там можно будет потом себя перепроверить, но в целом, да, если мы где-то немножко ошибемся, никто кроме нас этого не знает, да, и не заметит. Поэтому давайте вот эту трубу дорисуем. Опять же, вот этот фрагмент трубы мы будем видеть уже с другой стороны, да, в этих трубах, так как точка схода у нас в этой части, мы видим правую часть, боковую, а в этой трубе мы уже видим наоборот левую часть. теперь отрисовываем верхнюю часть кровли, да, здесь у нас просто линия рисуем параллельно друг к другу, убираем лишние треугольнички, а теперь вот этот вот уже как раз элемент мы выпускаем сильнее, да, можно сразу же здесь дать вторую линию, внутренние все тени мы отрисуем уже непосредственно акварелью, здесь делаем прямой такой участок, да, и дальше отрисовываем горизонтальную плоскость, и здесь вторую линию мы показываем вот этот скат, который у нас внутри образуется. Еще одна линия под кровелькой, дальше у нас небольшой карнизик, после этого карниза еще одна достаточно плоская деталь, которая у нас никуда не выступает, и под ней мы уже видим с левой стороны небольшую пилястру, пиляструю, здесь под пилястрии у нас закрывающаяся часть капители, да, но все здесь достаточно мелкое, поэтому рисую просто вот такими рваными линиями, здесь у нас достаточно сложная капитель, каримского ордена, когда есть много всевозможных таких растительных элементов, но мы их просто отрисовываем небольшим дребезжанием, и дальше мы уводим все в саму пилястру, на которой есть вертикальные желобки, которые называются каннелюрами, и в целом на этом вот эта часть у нас закончена, немножко здесь поуже это все должно быть, да, сейчас вижу, что сильно утолщила, а потом как раз тенями мы создадим нужный нам объем, и теперь давайте посмотрим, насколько у нас списывается внутрь все необходимое, вот эта часть у нас под трубой начинается примерно раз, здесь у нас мы видим треугольная форма лепнина, небольшой отступ а вот у нас середина проверяем чтобы у нас было все симметрично и здесь еще один элемент больше больше вводим сюда и в этой части у нас нету пилястры, но у нас есть просто выступающий небольшой элемент, здесь мы можем с вами сразу отрисовать на вот есть ощущение, что как будто бы кровлю все-таки хочется даже чуть-чуть еще приспустить, да вот мы можем на одно деление ее как раз опустить пониже на добавить немножко еще линий в этой части поднимаем такой же треугольник, проверяем, чтобы он у нас был а также симметрично, а для этого мы проверяем высоту и низ, чтобы они у нас были одинаковые по объему и внутри мы видим с вами окошки здесь отрисовываем общий карниз на котором они стоят и размечаем да у нас окно должно быть одно по центру и два окна по краям причем одно из них это просто ниша и по высоте они чуть выше чем треугольнички отрисовали внутреннее пространство и теперь отрисовываем обрамление окон вокруг когда видим что в целом все село да можно уже более точными линиями все подправить здесь у нас внутри будет еще одна небольшая толщина может быть чуть-чуть даже их стоит поджать сейчас мы сделаем с вами построение и после этого акварельная часть это будет у нас уже самое легкое приятное быстрое а поэтому мы уже близки к завершению то что самые сложные объемы мы с вами уже простроили теперь давайте здесь самую темную часть окна подрисуем здесь у нас металлический лист в окне а у второго окна мы видим с вами разлинув окно у нас делится на три части и в этом окошке у нас будет просто фактурная фасадная стена давайте теперь дорисуем кровлю сзади а здесь тоже чуть-чуть пониже опускаем карниз следующая часть которую мы здесь с вами видим темные тоже карниза фактурные и небольшая полоска все-таки здесь сделала коричневая здесь у нас проходит труба окно и здесь будет второе окно которое мы уже я думаю что даже до конца с вами дорисовывать не будем бросим в таком рваном состоянии тут давайте тоже отрисуем с вами трубу точка схода наша здесь а поэтому здесь линия уже пойдет немножко вниз а вот эта линия на давайте сделаем здесь такой же наклон как здесь значит она будет идти вот в эту точку схода следовательно вот эти вот все желобки которые мы здесь с вами видим по наклонам мы будем отрисовывать в ту же самую точку схода и вот это все мы уже оставляем мне хочется чуть-чуть приспустить здесь давайте так и сделаем и вот в этой части уже ничего мы рассказывать не будем зрителям да у нас здесь все уйдет можно здесь слегка наметить себе вот этот элемент который закрывает у нас часть кровли и дальше все уходим в расфокус здесь давайте тоже отрисуем трубу труба будет у нас на также вестись сначала нижняя зона вот в эти точки схода а мы выдвинули на нас вот эта линия пойдет в эту точку схода и вот этот участок тоже идет в эту точку схода а здесь мы делаем небольшую толщину вокруг да вот это все у нас будет темная и внутреннее пространство лишнее подстираем здесь еще есть элементы по кровле давайте тоже вот здесь отрисовываем по наклону поднимаем две вертикали вот эту линию рисуем параллельно фасаду вторую линию тоже рисуем параллельно а вот эти вот кровельки увозим так же на вот в эту точку схода сделаем ее чуть более крутой а чтобы у нас здесь дополнительные еще точки схода не появлялись то и новые повороты тоже не фигурировали в этой части мы видим с вами трубу а также сначала ее ставим с вами на кровлю на повод этим линиям которые мы уже отрисовали рисовываем высоту а здесь она у нас идет прямо по коньку а совсем немного и доходим до до уровня где она у нас должна закончится опять видео здесь точку схода на линию здесь рисуем параллельно и соединяем да и здесь у нас должна получиться вот такая вот ломаная форму до прямоугольник с небольшим уголочком внизу также подчеркиваем да вот эту теневую плоскость тащить более плотную по тону внизу вот эту линию опять введем в точку схода и у нас получилось с вами прекрасная труба но нам нужно еще дать ей немножко окантовки вокруг здесь мы ее дан отрисуем так на глаз чтобы сильно во все уже эти построения не вдаваться и внутри а можно тоже сделать небольшой прямоугольник для того чтобы показать внутреннее пространство трубы следующая труба спускается на нас вот здесь а вот эту часть опять же уже мы видим что кровь и если сделали немножко под наклоном на поэтому мы чуть-чуть да вот этот вот наклон более уже выглаженный но повторяем поднимаем трубу повыше и вот здесь поднимаем линию отрисовали ту часть которая смотрит на нас теперь вот из этой точки ведем в точку схода на точно также делаем и здесь и отрисовываем на полностью внутреннюю часть трубы и внутри мы видим с вами здесь достаточно много шахт а мы нарисуем 3 этого нам будет достаточно к внизу труба это немножко расширялась а можно это сделать вот такими небольшими просто надставками и стереть внутренние линии я думаю что с остальными трубами мы поступим уже быстрее да уже потренировались их рисовать здесь давайте ее вот сюда сместим рисуем параллельно карнизу почти поднимаем саму трубу эту линию ведем по желобку рисуем толщину это линия у нас тоже да почти параллельно эту линию мы уводим в точку схода а вот сейчас вижу что у меня есть плохо они слиплись то что мы с вами говорили про неправильное касание на поэтому давайте сделаем ее пониже и как раз здесь на у нас можно будет ее приспустить а вот эта линия идет у нас в точку схода как и вот это отрисовываем внутренние две шахты здесь тоже они у меня сейчас слиплись но я думаю что это уже мы не будем рассоединять а можно чуть-чуть приподнять или здесь перепроверить линию чтобы они у нас все-таки в итоге раз соединились еще одна труба давайте вот это вот сделаю в этой части в целом можно на самом деле даже трубу уже не отрисовывать опять же верхняя часть у нас все простраивается через точки схода здесь мы рисуем опять же на в точку схода линию а вот эта линия идет нас по скату здесь небольшое утолщение нижняя отделка наследите чтобы они вот как у меня сейчас не заваливались на сверху два отверстия и вот давайте все таки сделаем уже поскольку начали все отрисовывать и эту трубу тоже с вами нарисуем она у меня сейчас встала прямо по линии глаз поэтому здесь мы будем видеть вот небольшое схождение но ни одной из других плоскостей а по крайней мере вот в том месте где я поставила трубу я уже не увижу здесь можно вот как раз сделать это тут разность отделки по кровли здесь какой-то давайте небольшой дофантазируем карниз и уведем это все вот такой небольшой линии а чтобы у нас в итоге работа собралась теперь давайте отрисуем дальний план так здесь мы трубу с вами не дорисовали почему-то я ее бросила давайте дорисуем и вот здесь тоже у нас есть небольшая приставная труба она чуть-чуть у нас здесь выступает и и также мы здесь видим поднятие оцинковки по кровли на такой небольшой загиб наверх это делается для того чтобы влага вот в этих местах у нас не стекала а вместе соприкосновения стены с кровлей то поэтому немножко заворачивают кровлю этого давайте этот элемент здесь тоже отрисуем дальше мы видим с вами тонкую линию набережной и здесь мы видим сразу же 3 линия а вот это у нас вертикальная плоскость это у нас горизонтальная плоскость и теперь нам нужно нарисовать тонкую линию опять же вертикальную да по который у нас пройдет солнышко и дальше все мы видим уже а в плотном замесе воды а в далеке можно дать небольшие кораблики а также давайте их через точку схода отрисуем да вот такие вот плавающие прямоугольнички почему через точку схода а потому что у нас него параллельно вот этим фасадом да это единый канал и следовательно речные трамвайчики они тоже идут параллельно этим фасадом значит они будут все подчиняться этой точке схода вдалеке мы видим с вами мост чуть-чуть поближе будут опора моста рисуем раз дуба на вот здесь опора сверху сам мост а вторая дуга уже чуть чуть поменьше да и третья дуга совсем небольшая и дальше мы переходим уже даже в другой вид камня на в другой вид отделки но это уже слишком далеко дальше вот эти линии у нас также идут в точку схода а который у нас показывают толщину моста и сверху мы видим с вами здания до которые у нас здесь превращаются просто в светлые и темные прямоугольники а где-то у нас что-то немножко возвышается да мы видим здесь с вами мачты военного корабля а здесь еще белые фасады а потом за ним мы видим более такой теплый фасад здания и больше наверное здесь мы уже ничего отрисовывать не будем я бы может даже оставила только один кораблик и здесь посильнее увести на нет но что давайте уберем все линии построения да мы потратили достаточно много сил и времени на то чтобы это все отстроить но зато весь наш рисунок он полностью выверен до с точки зрения линейной перспективы все у нас подчиняется ей до плоскости никуда не вываливаются и это позволит нам а легко то уже приступать к акварели не переживать что где-то что-то у нас немножко не так а поскольку мы все очень внимательно с вами простроили да можно сразу ждать какие-то линии отделки это еще дополнительные детали на если где-то сильно видите что немножко заплавала линия можно ее подправить убираем все линии построения которые нам в работе не нужны здесь наверное все таки пару швов можно сразу же дать чтобы про них не забыть да ну конечно такой чистокол швов по оцинковке мы с вами делать не будем а ну что нас все таки большая задача сделать работу атмосферный и интересный но что давайте тогда на этом карандашную часть завершаем и приступаем акварельной часть в первую очередь мы с вами начнем с неба для того чтобы у нас можно было уже приступать к трубам отрисовки главного здания поэтому берем с вами флейт и слегка промачиваем всю верхнюю часть мы можем не обходить с вами трубы нам важно обойти только кровлю потому что кровли у нас а вот этот торец и кровля недостаточно будут светлые а поэтому их мы обходим все остальное мы можем с вами не обходить и промочить водой я промачиваю не сильно мокро но так чтобы здесь до лист у нас увлажнился и края мы будем делать с вами рваные да поэтому сейчас как раз чуть-чуть заливка у нас подсохнет небо на фотографии достаточно сложная у нас здесь все-таки главный объект да эта архитектура поэтому мы не будем с вами слегка упрощать за основу для неба мы берем с вами кобальт синий и отрисовываем на достаточно быстрыми движениями первую заливку небо да я специально где-то оставляю край а такой не совсем ровный а где-то можно даже сделать мазок сухой кистью и аккуратно до подходим к нашим трубам низ у нас более грозовой поэтому кобальту синему я примешиваю железноокисную красную можно взять просто оранжевую и вот эту вот нижнюю часть мы делаем более акцент на на создаем вот как раз таки эти темные облака и обходим на здесь уже трубы также протаскиваем эти темные пятнышки по работе а все участки остальные которые у нас остаются не прокрасы закрываем а здесь тоже аккуратно отрисовываем у нас будет легкое состояние такого грозового неба но конечно в таком интенсиве как она у нас на референс и мы с вами делать не будем на просто чтобы во первых не перетянуть лишнее внимание во вторых чтобы успеть на сделать основные детали на чтобы не устать здесь тоже аккуратно да опять же здесь у меня тот же самый замес кобальт вместе с железноокисной а немножко сразу же кисточкой еще где-то добавляем облаков по нашему небу и теперь в большем разбавление да я увожу вот это небо за пределы нашего рисунка можно взять даже маленькую кисть чтобы где-то что-то подкорректировать на если хочется рисовать какие-то отдельные облачка до кобальт опять же железноокисной и где-то здесь можно хоть чуть больше кобальта добавить более атмосферных на вот таких вот облаков больше тени им добавить в это все делаем по мокрому да у нас аккуратно краска входит внутрь на наших заливок а вот здесь вот можем уплотнить облака до рисовать какую-то теневую полосу до грозового фронта а здесь может быть какое-то еще облака сверху добавить даже зря это сделала поэтому быстренько а вот эту зону под размываю вам можно даже пристать чтобы лучше контролировать но я думаю что давайте с небом остановимся на чтобы сильно в него не погрязнуть и вот здесь сразу же да пока еще заливка у нас не высохла проверяйте контур до чтобы у нас все доходило до зданий да можно даже опустить ниже то что сейчас мы как раз сделаем с вами вот эту зону я хочу убрать эти белые участки а теперь мы отрисовываем дальний план а вы видим что у нас есть совсем светлое здание поэтому я беру на не очень чистую кисть неаполитанскую желтую и прокрываю да вот здесь у меня желтый фасад здесь есть какая-то светлая желтая полоска а вот этот весь фасад у нас теплый дальше можно взять легкий замес кобальта прокрыть вот это белое здание а здесь какие-то небольшие вставки и опять же желтеньким проходимся пола мосту и вот с этой стороны давайте сразу уплотним наберем неаполитанскую желтую вместе с железноокисный красный и вот эту вот часть моста так вижу что немножко я не ту зону закрасила да но в целом не страшно сделаем да вот здесь тогда ты уже три арки получается что здесь мы будем тогда видеть с вами только два элемента моста а или можно под смыть то чтобы вот эту зону подправить хотела сначала уже оставить так но наверное чтобы было меньше вопросов на подсмоем оставим эту тоже часть основного моста теперь мы берем более густо кобальт синий вместе с железноокисный у нас получается приглушенный серо-фиолетовый такой оттенок серо-коричневый даже наверное больше и если добавить в него чуть больше железноокисный даже не прошу прощения больше кобальта он получится уходящих больше в синеву и теперь да давайте прокроем теневые плоскости по зданию да но обязательно меняем где-то мы берем чуть больше железноокисной на где-то мы берем чуть больше кобальта синего и отрисовываем почти да вот если посмотреть у нас получается просто полоса где-то более теплая где-то более холодная без какого-то сильного разбора давайте чуть чуть побольше кобальта а здесь у нас здание более светлая а какие-то неровности по верхней части и в целом вот этого нам уже достаточно для того чтобы в картине а вот эта вся часть воспринималась как дальний план и на где-то можно что-то протереть на какие-то небольшие световые элементы давайте сразу же сделаем и мост вдалеке а нам нужно уплотнить его внутреннюю часть стойки моста дома с теневой стороны их подчеркиваю и внутренние элементы а здесь можно просто отрисовать вот такими небольшими теневыми участками и давайте пока с этой зоной остановимся и перейдем непосредственно к нашему главному здоровью цвет здания здесь мы берем очень легкий нам нужно взять немножко кобальта синего и неаполитанской желтый и очень легко варьирует тоном там мы с вами закрываем вот эту всю часть до почти без разбора а где-то мы берем чуть более теплой где-то чуть чуть более холодный замес и прокрываем полностью все здание а здесь можно не обходить даже трубы то что трубы у нас будут плотнее по цвету а по тону аккуратно прокрываем вот эту вот белую часть здания потому что белого цвета у нас не бывает в природе да это всегда соединение всех цветов которые у нас есть вокруг и когда мы сейчас вами отрисуем окружение да вот этот цвет он будет считываться как белый давайте сразу возьмем маленькую кисть и проложим основные тени набираем достаточно густо хотя даже начнем с более плотных теней берем с вами команд вместе с железноокисной и совсем чуть-чуть можно где-то к ним добавить неаполитанскую желтую и аккуратно проходимся по вот этой детали пока еще акварель растекается поэтому мы делаем а вот совсем таки первые линия так там где мы видим что у нас толщина этих плоскостей чуть больше чем во всех остальных зонах а тоже чуть-чуть меняйте оттенок я вижу что у меня уже сильно началось и уходить в синий подтон а поэтому добавила немножко неаполитанской желтой а где ты здесь можно сразу же в эту мокрую залив куда немножко внедрить этот цвет и пока на здесь мы видим что у нас еще все сильно течет вот можно еще одну небольшую полосу прорисовать и пускай это место подсыхает мы видим что у нас есть ржавые подтеки поэтому я беру железноокисную красную и вот здесь а по еще влажной заливки достаточно быстрыми у такими мазочками я отрисовываю неровность а вот этого элемента на добавляю каких-то здесь красноватых фактуры точек и сразу давайте к этому железноокисному добавим индиго у нас получится почти черный цвет а можно взять и через кобальт но через кобальт чуть чуть-чуть подольше нужно намешивать густоту а поэтому в целом без индиго во всей работе можно обойтись нас не будет чуть-чуть побыстрее с этой краской и мы аккуратно на проходимся по вот этой верхней каемке немного дребезжащий линией чтобы показать край оцинкованной стали а вот здесь у меня сильно расползлась можно прямо взять и под смыть чтобы у нас соединились эти зоны сейчас уже заливка постепенно у нас подсыхает и мы можем начинать уточнять отдельные участки да вот здесь я могу провести линию и мне нужно сделать две одну сразу же под выступающим элементом и вторую с небольшим отходом опять же если заканчивается цвет добавляем смотрим да здесь у нас тоже двойной линией отрисовываем под вот этим с весом нарисуем чуть-чуть плотнее здесь где у нас окна тоже можно сразу провести линию на повод этим вот всем деталька они очень удобно что волниться лист да но в целом нам это не сильно должно помешать на теперь вот здесь уже уточняем линию и делаем это все маленькой нашей кисточкой да с острым кончиком которая нас достаточно хорошо слушается можно взять чуть чуть больше кобальта а сразу же проложить здесь тень от всех вот этих элементов и чуть больше железноокисной потому что тени на здесь тоже будут везде разное нарисуем просто вот такими небольшими прошкрябываниями линии которые у нас соберутся в итоге по ощущениям как будто бы мы отрисовали капитей и теперь очень тоненько да можно даже ослабить тон чтобы он был более деликатный мы рисуем с вами каннелюры по пилястрам и нижнюю часть капителя ой базы прошу прощения здесь у нас есть еще какие-то небольшие дребезжание линии теперь можно вот этим же тонким цветом здесь уже достаточно сильно у нас подсохла краска а можно обрисовать декоративные элементы и не старайтесь сделать их максимально ровно а если где-то у нас немножко дрожит рука появляется двойная линия это все пойдет вам наоборот на пользу а точно также делаем здесь а карандашный рисунок у нас просвечивает а вот где-то можно даже такие не про краса оставлять потому что если мы посмотрим внимательно на эти линии да то мы увидим что они все тоже немножко дребезжает а в рисунке мы очень часто да все вот эти эффекта мы их усиливаем а здесь тоже можно немножко протонировать явно и на протонировала именно саму пилястру и теперь давайте отрисуем внутренние окошки и перед этим у нас еще вот здесь вот тоже были теневые плоскости а по правую сторону мы не доводим до самой арки отрисован такую полу дугу и с противоположной стороны тоже эту дугу подчеркиваем таким образом да мы создаем вот это вот состояние выпуклости у этих элементов теперь более плотным цветом кроме кладем здесь падающую тень она здесь более значимая также ее прокладываем сразу и во втором окошке и коричневым железно окисной красный отрисовываем рамы завершающим окошке у нас сами почти не видно ничего верхней зоне до поэтому намешиваем густо индиго с железно окисной закрываем верхнее пространство аккуратно обрисовываю форму вот этого металла который мы видим внутри и теперь берем кобальт синий а достаточно легко и по форме вот этого металла отрисовываем здесь линии где-то у нас остаются блики где-то мы чуть-чуть уплотняем тени но в целом на вот с этим элементом можно уже и остановиться и примерно так же да мы берем кобальт синий закрываем внутренние части окошко и более плотным замесом индиго с железно окисной мы где-то отдельные участки окна немножко уплотняем да можно даже промокнуть чтобы вот такие вот брики у нас внутри появились а и когда это все подсыхает до потихонечку можно еще уплотнить основную тень на тень от окна и вот эту вот нижнюю тень то что на здесь да такая более активно чем мы ее с вами нарисовали давайте приступим с вами дальше а у нас с вами сверху много труб их мы отрисуем достаточно живо и быстро наберем неаполитан скую вместе с железно окисной ставим быстрые мазочки там можно вот сразу по всем трубам пройтись теперь берем чистый кобальт и где-то дорисовываем оставшиеся участки кобальт у нас более активная краска она начинает расталкивать пигмент а если он еще не подсох и у нас получается на такие очень интересные акварельные эффекты если мы еще где-то да вот таким путем вместе кобальта вытрем краску то у нас как раз получится вот этот эффект а такой замыленный как нам и нужен для кирпича который окрасился спустя до достаточно долгое время существование здесь мы прокрываем с вами верхушки до оставляем такие вот светлые не прокрасы с помощью кобальта и железно окислы до приглушенный и теперь намешиваем более густой темный замес подчеркиваем завершение труб снизу и также можем да где-то вот в этой части например у нас такая прям плотная тень которую мы видим да здесь тоже можем немножко подчеркнуть здесь у нас будут световые участки а поэтому можем наоборот вот эту часть от трубы сделать чуть-чуть более фактурный чем она есть на на референция где-то можно слегка а сразу подправить закрываем с вами боковую часть здесь тоже мы сначала берем с вами за основу кобальт а лишь на совсем небольшой участок остался и вот эту вот всю зону а кро аккуратно прокрываем а в целом даже трубу можно не обойти не обходить на а потом ее протереть но здесь она у нас одна поэтому можем более внимательно это сделать и вот такими небольшими мазочками завершаем кровлю теперь я беру на маленькую кисть чистую железноокисную и ставлю ржавые подтеки по трубе на где-то можно немножко краску под собрать на подправить контуры если это необходимо нижняя часть сразу же отрисовываем более густо также как и по желобка на тоже можно сразу пройтись фасад который мы с вами видим рисуем его плотно намешивая неаполитанскую желтую да и к ней можно чуть-чуть сразу же примесить кобальта и железноокисный и достаточно густым цветом мы проходимся по всей вот этой части оставляя мазочки берем маленькую кисть густо на намешиваем железноокисную и небольшое количество кобальта а вот здесь у нас проходит более плотная полоса берем чистый кобальт проходимся здесь смешиваем еще немножко индиго сюда отрисовываем тень рисовываем трубу окошки намечаем и в целом это все что нам нужно показать вот этому зданию что она у нас уже на периферии поэтому пока у нас есть а вот эти замеса давайте сделаем их последнюю трубу можно даже оставлять нам такие небольшие не прокраса верхнюю часть уплотняем и здесь немножко выбираем на я вымываю кисть и вот так вот быстрым движением под собираю до оставляя мягкие градиенты контур где нужно корректируем и теперь давайте переходим к большой кровли здесь мы начинаем с вами с труб трубы у нас желтые на поэтому берем легкий замес а в наши грязные заливки неаполитанской желтой и аккуратно так прокрываем все трубы мы можем выходить за пределы да не переживайте что нас вся кровелька будет темнее а вот здесь смотрите было наоборот более холодная труба но я ее уже сделала желтой подправлять не буду на если вы сразу заметили да можно ее покрыть наоборот кобальтом а теперь у нас когда основной цвет на трубах есть мы берем кобальт синий и прокрываем верхние плоскости а где у нас оцинкованная стали и пока тоже все без разбора вот эту всю часть прокрываем и здесь и теперь нам нужно намешать более густо кобальт синий вместе с неаполитанской желтой и железноокисный а больше кубальта нас должен получиться достаточно плотный серый уходящий на в такую приглушение цвет и теперь мы этим цветом закрываем теневые плоскости труп оставляем небольшие световые полосы но в целом да вот эти все элементы мы достаточно равномерно закрываем с этой стороны да у нас будут только тени можно сразу же например вот здесь по стене эту тень отрисовать да как и здесь тоже с вами тень сразу увидим в этой зоне можно отрисовать тени от кровли и нарисовать эту вот разлинувку и в верхних участках а здесь можно подчеркнуть снизу оцинкованные элементы а вот эти выступающие части наверное таким контрастным цветом не стоит делать можно чуть-чуть ослабить взять более такой приглушенный серый уходящий в теплый и прокрыть как раз все нижние детали где они у нас на в таком большем цветовом приглушении находится на здесь тоже я хочу отделить ее поэтому этот элемент закрываю и вот эту всю часть а давайте приглушим сразу опираясь на референс и теперь нам нужно закрыть в верхние внутренние элементы на мы берем железноокисную с кобальтом или с индиго по вот этим элементом закрываем теневые верхние отверстия и теперь берем большую кисть сначала намешиваем кобальт синий и кобальтом закрываем обходя трубы весь участок кровли то что если мы посмотрим да в местах где у нас стали еще не окислилась там у нас достаточно голубой такой светлый оттенок аккуратно это все закрываем вот здесь вот случайно зашла наверх а сразу подправляю чтобы контур кровли а у нас за всеми этими махинациями не потерялся старайтесь минимально обходить трубы на лучше где-то наоборот почищать чтобы не было у нас белых пятен а я рисую мокро поэтому я могу здесь еще достаточно долго с этим местом работать и здесь мы по форме кровли ставим несколько мазочков и на этом останавливаемся что мы делаем теперь мы набираем достаточно густо железно окисную и кобальт синий у меня синий закончился быстренько добавляю больше конечно должно быть железно окисной и теперь на вот такими быстрыми движениями мы их рисуем уже по форме элементов которые мы с вами отрисовывали они должны уже идти по кругу ли а по вот этим желобкам поэтому все основные рваные вот эти вот мазочки мы делаем именно по этой форме уходя в край здесь у нас все проще а мы рисуем почти такие параллельные друг другу линии аккуратно обходим здесь у нас опять же мы с вами подчиняемся на верхней точке схода поэтому аккуратно отрисовываем вертикали теперь я набираю более чистую железно окисную и проставляю сюда еще мазки все время в уме держим форму крыша на и как скаты у нас расходится вправо влево и на нас и и теперь вот здесь еще немножко этих движений добавим и теперь я беру небольшую кисть намешиваю более густо индиго с железно окисной и нам нужно собрать всю нашу кровлю а в первую очередь мы отрисовываем вот этот край и уводим его в полутень здесь мы видим до что вот это вот часть кровли тоже у нас потемнее можем сразу ее такой сделать небольшие на линии в этой части по самим направляющим тоже мы можем немножко пройтись и теперь да еще более густо набирая краску почти без воды мы смотрим где у нас были линии а если они у нас потерялись проводите опять же опираясь на вашу точку сверху нам и добавляем с вами швы по оцинкованной стали вот здесь сейчас я наврала а вот в этой линии если тоже видите что немножко ошиблись на этом этапе это можно все подкорректировать до добавив сюда еще какой-то мазочек сравняв это место здесь могут пойти растеки но для кровли а это наоборот такой интересный прием который часто даже специальные делаю а а впускаю воду а здесь проходимся по краешку обрисовывая а здесь у нас линии тоже есть но их намного меньше на добавляем вот этих движений и темной краской опять замес железноокисный и индиго там можно вот эту зону вести на нет а чтоб она нас тоже здесь больше не беспокоила и нам осталось проложить с вами тени до покровли можно тем же самым замесом но к нему чуть-чуть добавить кобальта синего на побольше железноокисный и прокладываем тень тень у нас идет здесь все время под одним углом и обрисовывают профиль труб а здесь мы идем с вами до перелома и по перелому идем вниз есть нас такая более сложная тень от трубы получается а здесь в нашем случае я думаю что мы до перелома с вами не дойдем а поэтому здесь ее не ломаю эту тень действий мы уже отрисовали а вот здесь тень у нас пойдет вниз и вот в этой части тоже на тень мы с вами увидим а также на дальних трубах а тоже немножко этих теней можно до от каких-то деталей добавить здесь давайте добавим линий для водоотлива чтобы вот это место у нас чуть лучше оформилась и немножко швов горизонтальных а здесь они у нас тоже есть надеюсь они будут у нас идти в точку схода на если мы их захотим от рисовать можно еще немножко фактурных мазочков поставить по нашей кровли да вот особенно места где у нас стоят трубы на давайте чуть-чуть поконтрастнее их подчеркнем там всегда будет больше тени потому что не очень ровно это все соединяется на немного здесь еще можно поколдовать но давайте пока с этой частью тоже остановимся в целом у нас осталось только него давайте к ней и перейдем для воды мы с вами возьмем те же цвета которые мы уже использовали мы берем кобальт синий и глушим его с помощью железно окисный наберите достаточно много воды на кисть я на самом деле думаю что может быть и не нужен нам здесь этот кораблик да но поскольку уже отрисовали стараемся его обойти но если вы чувствуете что он вас тормозит на не обходите его закройте все равномерно а чуть чуть больше кобальта здесь давайте аккуратно подойдем граница больше кобальта и нам важно сейчас будет сделать здесь тоже рваный край у воды отрисовываем линию набережной а дальше да вот это все аккуратно обрываем да можно даже какие-то небольшие капельки поставить аккуратно подразмываем а где мы лишнего зашли на мост мне наверное вот здесь вот хочется прям вот водой подразмыть что было мягкое касание на и чуть чуть посильнее выйти и теперь я беру опять же кисть поменьше кобальт вместе с индиго чуть-чуть его приглушаем железного кисный и отрисовываем легкое волнение на чтобы особенно места где у нас получились кляксы это движение выровнять под мосту набираем густо индиго с железного кисной и здесь отрисовываем тень на воде до от моста сразу можно дать теневую часть у кораблика можно слегка до где-то подправить контуры и дальний план а у меня получился чуть чуть темнее чем надо я сейчас здесь слегка до него подразмою и теперь нужно еще немного уплотнить сам мост а то что самая темная часть у нас здесь это под мостом а вот эти вот дуги ими как раз мы подправляем форму и внутреннее пространство мы его затонировали а теперь отрисовываем с небольшими пробелами для того чтобы создать ощущение того что там у нас металл от пробелов будет может быть не очень много но они вот как раз создадут это ощущение ажурности конструкции вдалеке а посередине аккуратный тоненькой линий проходим здесь можно на переднем плане еще уплотнить но я думаю что давайте сначала мы подправим где-то форму немного и отрисуем дворцовую набережную для этого мы опять же смешиваем такой же сероватый оттенок нам нужен кобальт железного окисная красная и прокрываем а вот эту всю часть аккуратно подходим кровля да можно здесь оставить небольшой блик и вот эту всю часть мы закрываем не доходя только до световой полосы а здесь тоже аккуратно подходим и всю вот эту зону тонируем дальше нам нужно сделать более темную полосу здесь еще есть фонарь который можно будет потом добавить а давайте возьмем индиго с железно окисной красной и аккуратно отрисовываем теневую плоскость набережной здесь можно слегка под собрать краску и сейчас постепенно здесь зона подсыхает мы берем немножко неаполитанской желтой и вот эту верхнюю часть ограждение мы прокрываем неаполитанской желтой чтобы все таки это все у нас слегка углубила сейчас здесь подсохнет мы проведем еще одну линию пока здесь подсыхает давайте посмотрим где еще какие детали мы можем добавить мне наверное все таки хочется добавить здесь стоп а сделаем его вот примерно вот в этой части отрисовываем на нем у нас довисят знаки есть какая-то растяжка вот в этой части неаполитанской желтый отрисуем и более темными пятнами нас соберем это все можно также протереть пока здесь сыра дорожный знак а мы протираем кругляшок и потом поверх опять же возвращаем сам столб и тут уже как раз до нужной консистенции подсохла мы берем кобальт вместе с железномокисной и вот эту всю зону а здесь знак уже аккуратно обходим мы дополнительно тонируем здесь по дороге мы видим что у нас есть еще какие-то линии а если сильно хочется можно отрисовать и людей которые гуляют а вот в этой части мы видим еще один столб а по высоте он будет примерно вон то сюда и теперь осталось да уже посмотреть на какие-то отдельные фрагменты где еще не хватает ударов то что в самом конце мы как раз собираем с вами всю работу воедино да нам нужно вот эту часть немножко отлепить а вот здесь слегка как будто бы не хватает акцентов по уголкам кровли а вот каких-то теневых участках тоже можно немножко еще уплотнить эту тень а здесь добавить каких-то небольших дребезжание по окнам а здесь у нас была труба на каких-то фактурных мазучков и в целом это вот уже такие совсем финальные финальные штрихи которые каждый должен посмотреть именно по своей работе потому что то что я рисую у себя то возможно совсем не нужно в вашем сюжете ну что сейчас наша задача поставить акценты так чтобы зрителю по всей нашей работе было интересно перемещаться давайте я сейчас полностью высушу работу сейчас она у меня идет волной и после этого мы с вами уже встретимся посмотрим нужно ли что-то еще где-то нам добавить и подведем итог я хочу поставить сразу автограф и самостоятельно обведу вот эту зону друзья я подсушила работу и наверное единственное место которое мне хочется подправить это вот здесь промыть немножко света на вот этой вывески и как раз в нее мы можем добавить чистый железноокисный красный небольшие какие-то надписи и больше уже ничего трогать не хочется давайте с вами подведем итог что же мы с вами разобрали на этом уроке мы научились с вами применять теорию по линейной перспективе правильно собирать все линии которые параллельны друг другу в единую точку схода также мы с вами научились простраивать кровлю и теперь мы знаем как нарисовать любую поверхность которая не параллельной земли который имеет какой-либо наклон нам нужно найти изначальную точку схода в которую сводятся параллельные линии земле а дальше мы от этой точки схода а поднимаем с вами перпендикуляр на нужную нам высоту и простраем уже непосредственно это схождение я надеюсь что моя методика вам понравилась и здесь вы действительно порисовали не копируя за мной или повторяя о линии с фотореференса а действительно поняли саму структуру построения и это позволит вам намного более смело намного более уверенно рисовать совершенно любые городские сюжеты я же приглашаю вас свой клуб в котором мы каждый месяц изучаем новую тему мы внимательно разбираем теорию делаем схемы упражнения которые необходимы для того чтобы действительно рисовать с пониманием а не просто повторять за преподавателем и отрисовываем большие акварельные работы и делаем самостоятельные работы опираясь на ту теорию которую мы изучили и по каждой работе я даю обратную связь также в моей школе овчинникова school вы найдете большое количество разных курсов и мастер-классов и конечно в них есть курсы по линейной перспективе композиции и городским сюжетом так что переходите вдохновляйтесь я уверена что каждый из вас найдет именно то обучение которое ему необходимо в данный момент для большого роста и во всех курсах есть очень много теории базы на которой строится все обучение которое позволяет вам рисовать самостоятельно пройдя несколько уроков вы уже закрываете очень большое количество пробелов которые как раз и тормозят ваше развитие поэтому творите вдохновляйтесь буду с нетерпением ждать вас своей школе но и конечно же с радостью буду ждать ваши работы поскольку я уверена что у каждого получится свой сюжет несмотря на то что мы все рисовали по одной фотографии у каждого всегда считывается его манера его рука так что слушайте себя рисуйте творите выкладывайте свои работы отмечайте меня и встретимся с вами уже на просторах интернета на youtube канале достаточно часто выходят новые уроки поэтому не забудьте поставить колокольчик чтобы все новые уроки вы получали самыми первыми ну и конечно же подписывайтесь на мой канал чтобы всегда быть в курсе творческих новостей вместе со мной рисовать рисовать в прямых эфирах рисовать по записанным урокам и развиваться в творческой среде